всем доброе утро друзья мы снова на слабожанщине вернее продолжаем нашу поездку сегодня мы в гостях у харченко александра видео тоже уже было у меня на канале зимние но сейчас как бы что-то больше мы по заглядаем может что-то поменялось сашки поэтому узнаем расспросим так что напоминаю вы на канале фабро приятного просмотра поехали так ну вот мы приехали к сашке сашка привет мы сразу с это с порога тут у тебя что затарился улями нуклеусами это чё турецкие реки на чуть я понравился турецкие нуклеусы цена-качество самые дела свои дела это самый дешевый нуклеус санечек мы тебе уже были в гостях зимой да там особо конечно не было что рассказать посмотреть ты нам что-то покажешь в этот раз расскажешь так это твоя пасека это основная нет это точек в общем получилось как мы купили дачу и дача это находится на крайне харькова друзья мы в дергачах если что локация дергачевский район я сразу не сказал место хорошая леса много очень сильно то есть для пасеки нормальное дело и принципе я тут решил организовать мотководной точек в этом году тут были и 6 рамочники на 6 рамочники я буду возить все на пасек на другой точек сколько я уже тачков 2.2 . и ты же там дело лесной облетник еще плюс но мы поговорим о нем попозже я вот смотрю так увидел краем глаза друзья сашка я так понимаю когда то он продавал или продаешь еще алюминиевые листы и в принципе они всегда есть все кто знает звонит спрашивает а если мы сейчас про рекламируем сколько ты мне отвалишь за рекламу листов ну тогда давай рекламировать друзья алюминиевые типографические листы правильно 0 3 миллиметра они как бы плюс минус коробки написано с торца коробки написано размер их толщина толщина обычно пишется 0 3 хорошо ну как 38 размер скажи потому что три я выбрал три размера которые самые выгодные для пчеловодов это 650 на 510 до 10 рамочник до 740 на 620 на 12 рамочный и тысячу и тысячу девятьсот не тысячу восемьдесят на восемьсот шестьдесят наберем короче получается у тебя есть листы такие на лежак на да то есть можно кому этого андрюха суперека желтых вот ты его знаешь да умудрился покрывать два ну понятно короче друзья кому нужны алюминиевые листы звоните александру я оставлю к эти телефоны да дашь телефон ну я сашку знает у него есть youtube канал свой так что можете подписываться на канал он там так что листы есть в да а скажи хоть цену на сегодняшний день примерно ну тут минимум гривен маленький следующий размер 740 на 22 а большой 42 короче 22 ну звоните друзья в сашку узнавать от 20 гривен можем скидки сделать если это если много будете брать я покажу что нужно что я делаю еще дополнительно с нуклеусом турецкий турецкий ну давай так у тебя тут короче все подряд я смотрю тебя есть тут где дерево пенопласт ппу уже увидел микрики турецкие микрики апекс рогаты есть супереки апекс ну не микрики а нуклеус я сказал смотри тут не было это же решеточки но я с проблемой с той что они здесь застраивать и радка перелазит сюда и потом ее выковырять оттуда сначала ковырял естественно потому что времени то потом когда одну придавил я знаю где у меня есть такие же самые то я знаю что я сделал я просто эту штуку вырезал и ножиком пазики в пазик вставляю я из того чтоб пазик при перевозке я же их возил на лесной блюдник туда-сюда и эти все ну там отходили еще что-то я взял молекулярный клей дешево сердито ну видишь это а я тебе дырочка чем хорошо что ты вытащил решетку почистил и засунул назад на клей ты уже опять надо приклеить короче понял как я сделал просто пазик я так заметил что и кофе два вида было одни еще вот здесь были вы вынки под рамки у некоторых перегородка но я такой если бы и не было я понял микрики арикент друзья это все здесь стоит этот непрекерный видишь это все сюда сносят вот поэтому берешь и так и сюда в пазики все я не сто и кстати вот эта штука стоит посрединке короче ладно научу тебя потом она была дополнительно литочек потому что чтоб контролировать вылет трутня маточка только вылетает и пчела красил пф кай самый простой самый дешевый не заморачиваться нигде зебр а что ты ходишь с рамочкой от этой прививочной туда рамки мы чистим от и работа сейчас у тебя застали в работе недавно только проснулся потому что недавно проснулся понятный отдавал зару у сашки маленький сног поэтому иногда можно и не спать ночью так что тут у тебя хорошего там меня зонтик мешает мне иду здравствуйте добрый день так это это подсобная мастерская или как правильно сказать одно из пособных помещений я люблю такие помещения ну я люблю по заглядывать что лежит еще я принес мы здесь перечищаем сейчас все рамки прививочные рамки сашки вот такие и сразу и складываем чищенные заряжаем и слову столы пакетик вещь ты короче я понял готовитесь на следующий сезон да 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 точно так же эти для соколян есть два вида прививочных рамок но обычные и китайские те которые мне понравились у кольбы да да такие не на 2 этих на 3 не на 2 да 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 два ряда на 2 ряда литочки друзья у него смотрите какие где взял ли точки покупаю парня богдана но блин есть такой ну давай я прорекламируем богдана сколько дашь литков давай прорекламируем и сделаем антирекламу эти объясню почему потому что эти летки покупая их приходится все равно самому из-за того что мне очень важен от размер для матки что ты понял ну конечно я понимаю имя каждый лет все летки вот я прошу отчего чтобы он их перемирял потому что размер гуляет я понял вот я заказу 300 штук а используют допустим только 200 ну я понял я так понимаю это проблема может быть 3d принтера я не знаю ну я понял ну не ну как обычные летки для обычного ну класса да но они же задум какой ну дела проходит или матка про чела марта да а есть такие которые учитывать и 8 это уже слишком много для нас также я говорю нарезаем с обычный до самаших так сама с разделить или проблем вот взяла такие ну у меня так турецкие но пока как бы им дела не дошли потому что есть от эти пишут тут турецкие такие решетки одни просто на ощупь особенно это желтая на ощупь такая приятная знаешь вот это белая убила чуть-чуть кажется что тут может быть там пчела травмироваться из-за того что такие углы вне микронуклеусе ну когда если делать хорошо так что это такое это бак стоит с медагонки просто с медагонки да это я купил на мелисе я понял то есть кованый типа когда-то волка маленького ну классного для разлива меда хорошо краник есть получается не для как медагонка налил меда отстойник поднял открыл в баночку налил я думал сделать не поилку потому что у меня постоянно заканчивается вода и у меня не на поилке это жирно я тебе скажу честно я сразу ты скажу локацию где она вы стоять я приеду стырь у меня есть 20 литров это классно для разлива меда это будет вообще бомба я а это а для для поилки берешь вот это бедро сверлишь дырки переворачиваешь и поилка тебе будет вот такая бомба для фасовки согласен потому что мед за 13 лет пчеловодства не знал хорошо давай я тебя так по заглядаю это рамочки к турецким вот они видишь они тоже чистятся чистятся они там есть какие пластиковые деревянные деревянные и что ты скажешь смысле я пропилы полностью сделал вставляю ващинку загнул с этой стороны загнул с этой все ты пластика вообще не используя у меня пластиковых рамок нету но пластика как бы уже понял я взял вот тут сделал пропил насквозь но я понял беру режу кусочки ващины вставляю насквозь и одну сторону загнул в одну сторону другую ну чтобы ващина не вырвалась и все а я видел понял фишку да у коняева я видел он так две скобы по моему складу ну зачем просто просил вот это насквозь и вставляю ващинку и загибаю сверху с двух сторон и она никуда не выпадает никогда не ну возьму то есть у тебя получается здесь все цель пропилу где у тебя сейчас ващинка наклеена вот тут только пропил и ващин канал сквозь тренинг загружать нет я вы себе никого не повышаю я езжу только по чужим пачкам так это тебя кормушка чья турки тоже турки я мою в основном сколько я поедет домой сколько реклама мы сделаем и застану мне очень нравится видишь подожди давай это про кормушку тебе понравилась кормушка сколько сюда влазит литруха то дружка чуть больше литра я по размеру они говорят они по размеру мнение это раньше они были по размеру шире а сейчас в этом году они были на две такие застежки в этом году стали на 3 делать и уже размеры в наши отлично попадают наши а есть у них больше поглубже наверное если не зная этих войне заказал из-за того что мне нужны именно эти были если не закрываешь для каких для какой-то для нуклеуса в это было 6 до 6 рамочников до 6 рамочников и для семей в этом году откровенно скажите потому что мой был так подожди а что тебя друг не снабдил ото друг кормушками для 6 рамы есть 15 видов кормушек тебе не нужно 16 так это апекс это рамочки к турецким апекс так ну тут я все видел а это что у тебя за что это твой нуклеус такой да это изначально как основной нуклеус на 4 место 4 место кормушечки это я кстати увидел с денисом германии когда были за полноса в тот же год и пар плюс так хорошее это помещение вот ведь взяли еще такую штуку но пока я ее не опробовал как она у кого взял в ростове познакомился востряков андрей с костром это мы где-то разговор я слышал я понял даже лима такой передал он измайлову и мне что значит передал на пробу так как бы ну будем пробовать смотреть ящичек парк плюс у тебя да нравится ящичек классная штука да а ну не вижу его так да ну я же не вижу и прорекламируем ящичек парк плюс у них я смотрю там есть разные еще за движущими делами так лучше всего ящичек это ведро я понял самый лучший ящик ващина чья ващина второй год забрусная я вижу за 200 200 ав 100 не знаю я по всю жизнь на этой ващине у меня по-моему другой ващины не было я более чем доволен никогда не было нареканий там расплод сюда и он сколько фотографий свои инстаграмме по почту помадкам не ну а я не расплод плотный ну как бы но я не бы не слышал плохих отзывов скажу так честно право и 100 ну вот сегодня кстати я звонил утром меня просил знакомые они хотели передать фабро пачку ващины лишь можем поехать это не сразу я шучу ну ну звонили что звонили я по поводу ващины своему другу я ко мне фабро гости приезжают ходите мы вам экскурсию привезем без проблем но так это вот эти смотри ты же любитель это донный пульсосборник это донный пульсосборник кто придумал давай начнем кто придумал этот донный пульсосборник я не знаю кто придумал мне дал его наши пчеловоды любят выдумывать придумывать поэтому я чужих лавров себе не приписываю познакомился я в днепре двумя кумовьями саша и толик с царичанки и саня мне вот это вот дал тогда тогда я себе придумал у меня вся пасека на данных пульсосборниках и тогда я себе думал какой бы мне донный пульсосборник сделать и собственно это его днище то что он придумал работает просто вот так не работает так и да а так открываешь работает это чтобы не тянули языки просто для самой простой днище которая когда-то видела вот это чё это я в парк плюс купил для ведения учета на втором тачке потому что там бываю раз в месяц но здесь надо место ворова но линии матки переделать чтобы то есть такой друзья ползунок чтобы понимали ползунки там или скрепочки и вы пишите какой вот матки допустим потом же как матка сама семян там злое строение и вы отмечаете по сути ведете ну примитивно не примитивно но селекцию но себя на пасеке но да вы уже подходите к улю допустим улей висит да где тут улей и вы уже видите какая семья злая матка старая ну и так допустим я не знаю как ты ведешь я раньше писал на крышах но крыши выгорают поэтому да да так я прилетел на тот же тачок там 70 единиц стоит я пробежался а тут допустим или меня дома так поменять старые матки как-то мы все перепеливаем с одного на другой я просто не успеваю все снять время идет пленка окончается где тут вытаскивать в донном пульсосборнике лоточек для сбора пульцы сзади шухлядка это смызок подожди но это мы просто закрываем глухой одной яме на где сама шухлядка и кто-то то есть она туда стану становится шухлядочка даешь она видишь по бокам если будет поэтому так есть такое пойдем я покажу свой донной пульсосборнике пойдемте пойдемте потому что он может он тут есть а может на пасеке просто чтоб тебе показать ценно ооо я люблю такие закрома так что тут тут темно ну не видно так это для пчел или нет нет это не для пчел рамочки висят к нуклеусам а нуклеусы у тебя сашка сбор рамки сборные тоже идут правильно вот мой четырехместные видите тут как бы рамка в рамку становятся четырехместные до так тут все есть рамки есть ящики есть ловушки для пчел днище ухты какие-то днищи сильно далеко висит крыши то я так людям покажу рамочки так вот это под крышник а нет я увидел не я увидел пчела удалить и друзья звезда восьмерка на втором точке используешь приехал в пятницу решетки с прицепом приехал забрал а вот это решетки саня это же украинские решетки непропетровске да две пачки и да я до сих пор не знаю контакты ну нормальные решетки потому что кто-то влюбил рабочий они это одни из недорогих я помню они были поэтому кому надо днепропетров сделать такие белые ну я не знаю сам не пробовал я пользуется ника там все мисочки это эти как их саня хотел показать я перебил у него такие теплые заставные что внутри пенопласт пенопласт двоечка а салью будет плотная такая фольга но говорят что на кондиционерная не наклеена до на степлер так есть что вот это такое рамочки это поилки пенопласт которые вы фрезерованные кто делал кто-то делал это парк плюс делал буровицкий это буровицкий это я использую такие поилочки на воспитала до готовые рамки не для воспитала кружки нет для того что я думал воспиталка вставишь там грамм по 100 даешь каждый день ну это чисто чтобы может быть начнем рамочку освоили быстрее так бе хаус увидел корпус не крашены под крышники тебе проставка может кому-то пригодится ну у меня есть бе хаус а ну расскажи это не просто когда пульс сборника проставка пульс и сборник то есть бе хаус пошел по своем пути когда я себе делал данный пульс и сборник я видел нелипа слова тоже там делал проставку есть преимущество есть плюсы допустим для меня минус то что нужно не вытащить и вставить то есть поднять корпуса да вот я бы вот здесь сделал просто ли ток или просто задвигал его закрывал тут для трудней в моих 2 2 трубочки с головы фото да хватает поэтому тут на нам проще всего было сделать ли точек чтобы раз закрыл и ну это они производители как говорится художник видит как носом не но я все отзывы рисует как видит а так это рамки берешь сам пилишь или где-то покупаешь него я три года назад купил станку купил станков ну рамки покупает потому что во первых некогда во вторых пальцы такая штука так что это такое вот это такое это обогреватель паилку я ставлю весной короче вода как варючок пчелам будут воду подогревать такой штуки перевожу на вторым на второй точек матч маточники это что есть друзья металли тепло и они не травмируются сами маточники в пороге с цоколем ты берешь столько на держательном вставляешь они не телепаются чем ты делал дырки просто я в себя делал это значит у меня с пенопласта я вы выжигал дырки а ты как по этому придешь супермаркет его и что говоришь девочки в основном поролон тикс под дырочками с под туши есть друзья короче это надо вашу жену девушку подругу кого-нибудь заслать она по сути ты его раз взял она тебе на долгие времена маточник я перевожу между точками 80 километров без труда у меня пенопласт такой такой несленно просто люди говорят что боятся в этом году кстати вот был проект ну ящичек этот не покажу тебе сделали ящичек с такой же пенопластовой вставочкой с подогревателем маточники безопасно доехали не они не доезжают все все нормально доезжать так вот там ты мы показывали корпус нуклеус вот вон вот это рамочки от вверху висят это от него когда ты разобрал рамочки ну допустим расплод у тебя остался ты их соединяешь получается стандартная рамка а зачем тогда эти рамки соль соединяется вот они ну изначально лишь соединяется задумка скорее всего у автора этого была чтобы быстрее отстроить в основных семьях их ну подожди значит они составляются получается рамка они составляются получается рамка но я не ну ты просто так не используешь прошлом году из-за того что две семьи вот видишь брус если так стоят две рамки но пчела не может пройти дальше тут есть корм на второй рамочке да пчела пройти не может поэтому и вот две соедините из-за бруска этого не мог не прошла семья и меня прошлом году сыпалась одна в бихаусе искал что больше так зимовать не буду зиму и мы только в такие же донора как ты наделу измайлова окей тут мы с тобой что-то долго зацепились пошли куда-нибудь по хламникам не хочу я наоборот люблю это же настоящая пасека живая пасека когда все как есть так пошли шоу не знаю я знаю друзья есть у саньки это как его лежанка ты отреставрировать или там хоть и надо а можешь хоть открыть это хоть там у тебя сейчас склон я хотел посмотреть внутри что крюти вода много но снега набивается начался поднимать поэтому я поднял на четыре места она все такими видишь за сколько продаж да я не продаю это если я буду тебя рекламировать листы долго за сколько дашь ты сам скоро сделаешь это можно такая красота на тебе в тему не вписывается сюда я впишу так я пользу вот такие решеточки они их прополюсуют люди когда 7 смотришь на 2 3 а кто где делал эту лежанку под заказ что-то я не знаю даже контактов я понял проехали так очень давно это давай теперь по порядку вот это у тебя улей лежак для воспитала это парк плюс делает такие улей подсмотрена у ральфа кольба правильно и технология и там был друзья леток 3 летка два на одну сторону один на ту сторону это изготавливал непосредственно парк плюс нет это не изготавливали мы тут харькер а я думал парк плюс у них же так они делали кормушки до идут то есть ну тут есть своя система вывода марта у ральфа стырена в германии у ральфа очень понравилось вот друзья почему иногда полезно есть и многие сказали что с таких маточников бракованному именно с такой по такой системе вывода матки некачественные а кто это как-то проводили кто-то делал трепанацию так сказать матководство сказали в уру матководство я понял ну чтобы так говорить нужно сделать какие-то анализы расчленить матку посмотреть 7 приемники все полочка я заснял видео показал что там полный стопарик молочка так ладно проехали едем дальше бихаус да да это тули нас стоял на весах стоят я их еще не снял а ну скажи я знаю что ты дружишь с производителями ну давай вот скажи честно нравится улей или нет тот или не нравится что тебе не нравится что ты изменила давай уже прорекламируем бюхаус или что-нибудь не во первых у меня ппу больше ничего нету это раз никакого уля другого как по мне вполне адекватный улей ну правда многие говорят что много денег стоит здорово ну цена да ну я тебе честно скажу так что я тоже считаю что цена кусается качество изготовления ну прикольные мне лично мне на паски тоже есть мне нравится я не покупал мне они дарили на день рождения и так дальше ну мне очень нравится так поехали бихауса мы показали андрей суперека правильно рогатые улей на пробу попробовать на пробу андрюха попробовал попробовал ты не пробовать а че мне не дал так андрей суперека мы едем к вам так друзья короче андрюха делает рогатые улья это уже не шутка реально история жизни андрей делает улья рогатые с пыльцы сборниками лично я андрея знаю хорошо его многие знают качество изготовления у них высокое хорошее все видите ну на шурупчик работает класс крыша поэтому ну это реклама на правах говорится на правах рекламы даже пчелы есть так но андрей делает 145 ну может сделать и нарутовскую рамку насколько мне известно я знаю он мне предлагал 300 300 у тебя просто два корпуса так ну андрея суперек узнаете можете найти так вот тебя есть подожди давай вот эти вот эти шо это за улей это обычный мой улей рутовский с донным пульцесборником вот так все открывается закрывается типа работает она так я пульона пульту собирать включил поехала вниз надо причем на этом и на супереке донном пульсесборнике лучше всего пчела быстро привыкать выше нас уже разнула туда ей нет зачем привыкать потому что литки рядом там сантиметр разницы поэтому она не теряется я это знаю так а сзади сзади мыши или не можешь показать ну я имею ввиду вот где-то шухлядочку ну где-нибудь без разницы вот так она открывается получается и там что нету шуфлядка она так и вытаскивается верхняя шуфлядка это через которую ходит пчела нижняя это лоток с так что ты хотел мне показать вот тут что ты хотел показать и перевел в этом буду показать тебе смотри донный пульсесборник виднище турецкая корпуса бихаус крыша деревянная в таком исполнении тоже тоже работает но у меня есть такие аули эти турецкие днищи тоже есть пчелы так да друзья напомним саня занимается выводом маток у него на пасеке бакфаст правильно только бакфаст больше ничего нет на том то есть карника а ты еще и карниковод типа ну типа ну больше у тебя тиск баран две материнки и 15 бакфаст германии бакфаст германии а ты что ты занимаешься выводом маток правильно ну я знаю просто что занимайся ты вот уже за принимаешь заказы да мы под постоянных лента уже в принципе все пролонгировали свои а так в принципе у нас нету как у тебя вот и там допустим я знаю с первого ноября да я буду с первого ноября принимать прорекламируем фабро ага ну давай да ты за себя да я допустим у нас нет такого что мы там рекламируем не рекламируем у меня так я тоже не рекламирую я нигде меня нет ни одной рекламы что я принимаю имеется ввиду ну люди звонят спрашиваю с первого числа а рекламы нет у меня лежит дома три номера на который постоянно то есть тебе по сути запись идет постоянно то есть тебе можно позвонить завтра после видео и заказать баквост нашел и какой тебе материал по баквосту разнообразный или как у меня две линии три линии баквоста очень много разных линии материала потому что невозможно пока остановиться короче крыша поехала да в этом плане ну фадеев многих заразил поэтому на него многие жалуются это так раз мы переключились короче помадка друзья кому нужен баквост мой че звони к сани какая цена у тебя на 2001 год ну 2021 год и 50 гривен плотная 100 неплотная 500 гривен с лесного облетника ты еще лесной облетник давай остановимся буквально в два слова лесном облетнике ты прошел этот сезон полноценности нас лесным облетника ну ваше впечатление смотри с первой партии зимую дочки как говорит бронесла группа она из восьми линий которые у меня на пасеке они все в принципе покажут однородность по каким-то хозяйственным показателям мы видим встречу увидим попозже ну давай начнем самого начала ты вывозил неплодок для проверки в лесная да когда я приехал позапрошен году германии сильно там перекатавшись по этим лесным облетником не видел как ведет себя материалы пчела не сильно очень захотелось сделать это тут да я кто-то говорит что в августе это уже поздно возить но тем не менее я вывозил в августе ну да в августе неплодок два места и собственно эти два места я показывал когда я бронику возил ну смотри было бы неплохо если бы это проверить хотя бы в июне когда трута реально много даже не в мае а в июне когда трута много и ты вывозишь неплодок туда и они не облетывается то там можно с уверенностью большой вероятностью что там изоляция очень высоко правильно ну я так просто смотри я с тобой полностью согласен но вот было опять же много времени пообщаться с сколь бы ребята насыщайте трутом трут все в труте вот там на видео с квадрокоптера видно что куда бы он не повернул нигде ничего не видно не ну даже если изоляция не стопроцентная ну давай будем откровенно 2 1 не стопроцентно этом ну если есть трутинь то он просто будет ее там чпикать право на месте по большому счету если насыщенность трута 12 было и в первом туре во втором туре 12 сотки семей и хамен который кстати приезжал а в следующем году вот сейчас делается щитовой домик там утепленный пенопластом именно там на лесном облетнике будет человек там с начала мая короче весь сезон будет там человек который будет по сути контролировать зимуют сейчас 45 отцовских семей там здесь 30 часть здесь часть на маслобой не тут рядом 30 будет стоять в ядре ну то есть да я понимаю да и еще 15 в радиусе километра а вот стопроцентная перекрывая я понимаю да вы перед хотите перекрыть а вот в этом сезоне сколько было отцовских семей стояла 12 это немало облетовалась сколько там ну матками да может быть 68 то есть не так-то и много да то есть но это только друзья первые шаги пишет вообще по-разному сколько должно стоять ну потому что каждый ну пишет я сейчас напишу книгу напишу по-своему самое важное что можно просто ввести семью и считать ее отцовским да а можно подготовить ее ну я естественно до резал пополам рамочку потому что запаса у меня большого не было трудовых семей они оттягивали сразу застраивали одно дело подготовить семью другое дело просто вывести я понял ну короче с лесным облетником работаем дальше да все я понял дальше также в этом году неплохо зашел проект с ромой трушу искусство друзья есть такой у рома труш со змеёва рома лёша это братья и папа у них там кто не знает они занимаются большая в них пасек они на карнике по моему да ну не важно они занимаются пакетами продажами и ромка занимается искусственным осеменением осеменением от и вот они в этом году вы практиковали да да он очень давно не занимается рука уже набита я хотел сам пробовать у меня есть роман станок я заказал микроскоп но я понимаю что нужно все не разорвешь ну конечно как же не рут то позвонил браузы алло да можно приехать там то есть вас получалось так что вы вот приезжали к тебе там рома да и у нас и меня в это классная тема поэтому из них только четыре штуки не заселить понятненько ну будем надеяться что руку руку надо набивать так поехали дальше с лесным обретником закончили друзья хочу стать и вот это врезать час быстренько спонсором нашего видео наших поездок и всего этого происходящего является фирма apix это наш спонсор который платит за дорогу за рестораны за ночлег и за все остальное да поэтому фирме apix большое спасибо apix это теплый качественный улиц пена полистирола вот в данном случае это 145 корпус не в данном случае вот есть улей я покажу вот тут рядом стоит вот этот улей на 230 рамку это фирма apix так что спасибо им огромное ну давай дальше мы наверно с тобой не из первых кто использует это apix это наверно да я так думаю и в принципе я покупал один раз и больше не докупал я к тому что сколько вообще уже 5 год но у меня они на у меня эти улицы четыре года на пасеке у меня значит три потому что я купил тогда ноябре и пересадил две семьи быстро когда они только на у меня уже четыре зимовки они получается вот у меня допустим конкретно это стоят рамки донорные поперек ногу мы это видели друзья у богдана болюбаша короче эта тема зашла многим и ставится рамки не вдоль а в поперек это с донора это стоят кормовые рамочки вот сейчас данном случае это тут кормовые рамки кормовые рамки внизу через пленочку семья там семья сидит то есть я так она в зиму и пойдет так она в зиму пойдет просто чтобы лишний раз не тягать с места на место ну а давай теперь объективно хоть один улей съели у тебя дятлы там или ну а были хоть попытки меня один улей я не знаю где днище там просто я так сподковыркать спросил сарказма потому что мной говорят там пенопласт ппу сидят дятлы мыши вот меня просто четыре сезона проблем вообще нет никто этому съедает единственно первый раз там при первых моих ульях там немножко могла моль и ну возле сетки но потом я у дениса спросил мне посоветовал красить дно ну да я покрасил и вообще да ну моль давай будем вести мой за заведется то да моль на плац на ли качество краски где была хорошая как краска нам она делала самая дешевая вот эта мальва наверно самая дешевая она потрескалась ну наш держится еще отработает она держится не нормально я вчера бронеславича спрашивал сколько ты оцениваешь срок службы этого гуля ну вот у тебя я посчитал сейчас 96 семей заселена примерно около 90 на 6 рамочных тут 90 это на втором тачке штук 35 или 40 но я вам скажу что я думаю опять же я их не вожу они станем я думаю что 15 лет они проработают без проблем ну я вот так трезо смотришь вот этим моим ульям по 6-7 лет деревянным они не под ну как бы ну дерево да ну не знаю меня четыре года уже я никаких проблем не пока не вижу ну присмотрись и велиiece где мы можем что может пострадать вишу стамеска вот визуально 100 меска 100 меска 100 меска это они стамеска неплохо но это у глубинная вот допустим у меня вот возьми вот этот угол да ты его один раз чуть-чуть раздвинут его уже больше не потому что оно умелось в조 jarna уже все надо уже больше больше чем это в пещене ну друзья это зависит еще от нас самих у меня такого нету потому что ял Tacko Я приехал, я не успевал, я кинул сверху корпус и уехал. Ну, короче, это пенопласт, конечно же, если его кинуть, то он разобьется. Вот, допустим, здесь два стоят, да? В одном, я вот посмотрел, шесть рамок, да? Да. Сколько ты их, как ты их закармливал? Закармливал ты их вообще? Ты сиропом кормишь пчел в зиму? Да. Ну, выборочно, в этом году кормил зиму. Вот здесь шесть рамок, почему здесь шесть, а вот здесь? О, я увидел проблему. Вот, видите? Ну, это, друзья, Саня обрабатывал дым пушкой. Да, да, да. Видите? Это не пчелы. А вот здесь вот три рамок, смотри, как плотно сидят. О, три рамки. Кормушечка, перегородочка. Кстати, Ваня, сейчас я отвечу на вопрос и Ване спрошу еще один вопрос. Давай. Потому что, смотри, некоторые я уже... Как происходило у меня в этом сезоне все? Я зарядил их изначально в мае, да? Облетел несколько видов маток несколько раз. И на некоторых уже остановился, а на некоторых еще дооблетывал. Понял? Допустим, здесь я еще дооблетывал. И вот так, видишь, закармливал, как ты говоришь, вот... А ты его так и закармливал через перегородку? Нет, оно стоило здесь внутри. То есть кормушка пчела? Да, да, да. А теперь я у тебя спрошу. У тебя есть и Карника, и Бакфаст? Да. На разных точках, я замечу. Просто шок. Ты заметил, что Бакфаст зимует намного плотнее, чем Карник? Он намного плотнее, но я заметил, что Карника вот так на трех рамках зимует, а Бакфаст на трех рамках чего-то ему тяжело. Вот это я у себя так заметил. Ну приедешь весной, посмотрим семью. Я понимаю, может это зависит от специализма, но у меня Карника на трех рамках зимует лучше. Здесь пчела, да? То есть с этой улочки уже. Достаточно большое количество тут пчел. Хватит ли им корма, и как ты будешь весной с этим справляться? В Канде? Я думаю, что им хватит без проблем корма, но хотя 200 кг Канде уже лежит на складе, но Канде лежит для мотководного сезона. А где ты Канде прав? Здесь в Харькове у нас делает... Общество? Сергей. Нет, не общество, а просто человек занимается Канди. Да? Как ехать на Полтаву. А он фасует? Фасует в рукаве, все красиво, вообще красота. А ты мне потом покажешь это Канди? Да. Чтоб я для себя? Да. Мы его зрителям не будем показывать? Ты их не используешь как для облета моток, для продажи? Или чисто как для отводка? Я же тебе говорил только что, почему разные силы, почему разные силы. Потому что часть использовалась для облета. Допустим, я вот... Как я изначально заселил? Заселил рамку пчелы печатного расплода, рамку корма поджал заставными. Я заставными поджимаю от средины. Для того, чтобы... У меня нет, видишь, ни брусочков, ничего. Да, да. Я просто сверху ложу планочку. Ага. Облетелась матки, я забрал. Так можно облетывать, по моему мнению, до 1 июля. А потом? Соединил. Да. И одна остается матка. И вот, в принципе, сила идет. Ну, может быть... Не знаю. Посмотреть. Вот такой сила идет запросто. А такой сила идет в зиму. Запросто. Это с одной рамки, плюс... Ты еще сколько маток можешь? Две матки взять? Нет. Чего две? Ну, я имею в виду с одного отделения. Ну, с одного отделения две по-любому. Две. То есть две матки и отплода. Две. Ну, бывает, естественно, что там не облетелось что-то. И... А еще в этом году я начал... Они у меня не скручены. Ни один нуклеус этот не скручил. А зачем их скручивать? Ну, кто-то там на пену скручивает, ссадит, когда их собирает. Ну, не. Ну, может кто-то так, кто возит. Я на том точке, мне понравилось, я брал, разбирал нуклеус. Эту... Ну, то есть цвет понял, синий сюда ставил, а красный сюда. Да. Ну, менял для, чтобы это... Отлично. Ну, когда они стоят тут, как бы, тесновато. По большому счету, друзья, тесновато. Поэтому вот, когда разноцветные, они можно менять. Ну, здесь... В этом году перенасыщение пчелы... Сколько тут вообще пчел? 170 единиц. 170. Ну да, это... Многовастенько для вот... Для такого тут... Ну, я не знаю, ну... Эти... Плюс тут еще жмикрики стоят, я видел. По... По надшиферам. Поэтому, ну... Да, насыщенность тут хорошая. Ну, это все потому, что время в этом году нету для второго восточка. А так вообще все сестера, мощники в следующем году и половину семей едят на... Тут останется воспиталки и, может быть, семья для... Семьи для подселения воспиталок. Все. Я понял. А так, в принципе, ну... Вот это вот помещение, оно вообще сделано было для шедру изначально. Угу. Но... Весной я хочу его переделать в такое же помещение, может, ты видел, как у Игоря Яубака? Нет, я не видел, если честно. Ну, на видео там у него... Ну, я увидел такое же помещение в Германии первое, а потом у Игоря увидел, когда он начал канал свой вести. Там внутри у него полностью центр по прививкам. Там у него уже воспиталки стоят. Угу. Все будет в одном помещении с ОСБ сделано. Расскажи, как ты вот эти воспиталки на два литка поставишь? В смысле на два литка? Ну, как она работает? Нет, давай о технологии не будем, потому что у нас уже видео на 40... Как ты его поставишь вовнутрь? Там можно поставить обычный на один литок, чтобы они затекли. Друзья, мы не будем зацикливаться на способе, методе. Если Сашка захочет, он у себя на канале снимет, расскажет. Просто у нас уже видео на 40 минут уже, и поэтому мы не будем. Канди, мы потом... О, вот эта кормушка у тебя потолочная, да? Я увидел. Это турецкая. Ну, я когда вот заказывал... Просто у меня есть такая же самая. Заказывал у них, сразу попросил положите каждой кормушке по одному виду, чтобы понимать, какие у вас есть кормушки. Она хорошо становится на 10 рамушках? В этих кормушках, да. Мне нравится. Но мои деревянные крыши для них мелковаты. То есть надо крышу переделывать? Они предназначены, чтобы сверху еще закрывалось у тебя пластик. Но пластик вот такой вот стоит. Там щелей много. А вот на Би Хаусе отлично становится. Вообще, у таких 10 кормушек, почему бы что-то очень плохо. Берут? Да. Ну, Би Хаус взял нормально. Просто если... А я про эти говорю? Во-первых, их нельзя использовать в безяточный период. Потому что просто они разнесут весь угол. Ну, это понятно. Но это уже зависит не от кормушки, а от пчеловода, если... Что-то надо же думать. Короче, готовимся к сезону, к новому. Так, хорошо. Санька, у нас видео просто затянулось. Что ты хочешь сказать, пожелать? Хочу пожелать всем, чтобы готов Сане летом, как говорится. Потому что я такой пчеловод спящий. Потом весной все набегами. И второй сезон очень хорошо мне показывают, что нужно готовиться в осень. Поэтому мы уже натянули рамочек. Натянули их. Вощины закупились. Все это дело сформировали. Осталось только покрасить микронуклеус от уреса, который довезли. Ну и, собственно, с Богом перезимовать. Всем желаю хорошей зимовки. Спасибо, что приехали. Ну что ж, пошли теперь, будешь за рекламу листы мне отгружать. Отлистывать. Отлистывать. В автомобиле. Все, друзья. Да, не забывайте. Сане есть листы алюминиевые, можно заказать. И также матки Бакфаст. Так что... Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Канал, как называется? Александр Харченко. Все, друзья. С вами был Александр Харченко. Ну и я, Иван Фабро. Всем желаю удачи. До новых видео. Поехали мы дальше. Пока, Санька. Пока. Поехали. 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 Продолжение следует...